410 казаков – группировка кубанского казачьего войска, у которых сегодня закончилась длительная командировка в Сочи. Харунжия, Вахмистры – урядники казачьих обществ из разных районов края вместе с сотрудниками полиции. Последние два месяца охраняли олимпийское спокойствие. Нам доверили обеспечивать безопасность. Мы все ощущали причастность к этому международному событию. Олимпиада – это самое главное событие, происшедшее. Количество иностранцев, столько никогда в жизни не видел разных национальностей. Конечно же, атмосфера сама. Спортивная, веселая, люди настроены позитивно. Александр Горовой, заместитель министра внутренних дел России, к построенным на плацу обращается. Коллеги, подчеркивает, то, что именно кубанские казаки оказались лицом российского казачества, которое увидел весь мир, не случайность. Это право дали тем, кто уже второй год исправно несет государственную службу. Кубань исторически славилась своим казачеством. И вы сегодня важность работы, которую делаете, еще раз доказали. Я благодарен сегодня властям Кубани, вашим атаманам, которые идут первыми в стране по организации и привлечению казачества для социальных и общественно важных мероприятий. Спасибо вам, господа казаки, за охрану общественного порядка и безопасность, которую вы сделали на Олимпийских и Паралимпийских играх. За время Олимпиады в Сочи совместные патрули казаков и полицейских раскрыли 34 преступления. Больше 300 административных нарушений пресекли. Это цифры из сводок полиции. Сами же казаки скромно о своих подвигах умалчивают. Говорят, обычная работа. Олимпиада прошла спокойно. Руководители спецслужб из 42 стран мира оценили организацию безопасности игр на отлично. А ведь еще в декабре, после терактов в Волгограде, тогда вопрос, кто и как будет обеспечивать безопасность игр в Сочи, обсуждался очень активно. Одним из тех, кто отстаивал право казаков, был глава региона. Понимая силу кубанского казачьего войска, ту окрепшую силу, которая за последние годы стала для всей Кубани востребованной, жители пятимиллионной Кубани нашего края все больше и больше доверяют казачеству. И казачество это доверие подкрепляет конкретными делами. И поэтому, конечно, абсолютно справедливо было принято решение, что вместе с полицией наши кубанские казаки будут патрулировать улицы, будут защищать нашу Олимпиаду. Все говорят о высокой степени безопасности проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. И мне очень отрадно, поверьте, я искренне рад этому. Я горжусь тем, что наши казаки принимали в этом активнейшее участие, а значит, мы можем идти дальше. Нам будут доверять и другие, не менее значимые масштабные проекты международного и российского уровня. Благодаря усилиям полиции и всего правительного блока, и, конечно же, казачеству, мы в Сочи, в Большом Сочи снизили преступность практически до нуля. А значит, есть четкое понимание, что мы можем это делать. И возвращаясь на Большую землю, мы должны с вами сделать все, чтобы на всей кубанской земле наши земляки, жители Кубани, чувствовали себя спокойно. За бдительность, выдержку и стойкость отличившимся на службе казакам, замминистра внутренних дел Александр Горовой вручил нагрудные знаки за содействие МВД России. Начальник главка Краснодарского края Владимир Веневский – благодарственные письма. Ценные подарки казаки получили и от губернатора. Мы всегда, пожалуйста, надо поддержать Сочи, приедем. Мы солдаты России, так что мы куда надо, туда и пойдем. Не только обеспечив безопасность, но и придав особый кубанский колорит 22-м зимним Олимпийским играм, казаки-друженики уже сегодня вернутся в родные города и поселки, где уже завтра заступят на привычную службу. Евгений Вольский, Яна Москаленко, Валерий Пятов и Денис Москаленко, 9 канал Сочи.